Добрый день, коллеги! Добро пожаловать на подкаст. Сегодня у нас 9 октября. Мы закрываем первую неделю нового месяца. Давайте посмотрим, чем она нам запомнилась и попробуем понять, что нам готовит новая неделя и где мы можем быть более прибыльными. Прежде чем мы начнем, я хотел бы напомнить еще раз о том, что вся представленная информация ни в коем случае не является индивидуальной сонной рекомендацией и предоставляется исключительно в целях ознакомления и самообразования. Окей, давайте сходим на фондовый рынок США. На самом деле неделя закрылась хоть и такой сильной коррекцией, но рынок не растерял всю свою доходность, которая нарастила с самого начала. Были очень сильные сектора. Это нефтегазовый сектор. В целом энергетика отреагировала положительно на решение ОПЕК о том, что они будут сокращать добычу нефти и поэтому выросли все классы активов, даже золото, даже value grow, то есть акции. Все-все отреагировало очень положительно. Хоть и рынок в конце недели посыпался из-за макроданных, которые мы ждали и которые показали, что мы находимся на территории рынка, когда хорошие новости – это плохие новости. В любом случае мы получили то, что мы получили. Выжил только энергетический сектор под конец. Все остальное сильно, можно сказать, покрошилось. Мы продолжаем проводить параллели с 2008 годом. Почему? Потому что как в 2008 году, так и сейчас у нас страдает вся недвига, весь сектор недвижимости. Я сейчас об этом подробнее расскажу. И мы видим, что у нас динамика буквально повторяет каждую свечку. И мы можем хотя бы предварительно понимать, куда держит путь фондовый рынок США на фоне всего того, что происходит. Также мы обратили внимание на то, что фондовый рынок сейчас, в частности S&P, повторяет динамику ликвидности глобальных банков. И если мы приложим два графика, то мы увидим прямо очень сильную тождественность. Вот только сейчас на это обратили внимание. Это, конечно, очень-очень-очень интересно. Что еще? Давайте более детально посмотрим на графике. Мы видим, что S&P, в частности, он лежит на очень сильной поддержке. Мы здесь уже были несколько месяцев назад. Сейчас опять упали сюда. И с точки зрения следующего движения, как говорят, следующая нога, куда должна упасть, то есть куда держит путь S&P, на самом деле ему нужны новые триггеры, чтобы двигаться. Иначе он будет так и топтаться во флете. То есть мы можем впасть в очень долгий боковик. Но мы и сейчас в таком боковике находимся. И это может длиться очень долго. Триггерами могут выступить макро-данные на следующей неделе. Сейчас я вам их покажу. Вот они. Очень насыщенная неделя будет с очень важными заседаниями. То есть будет ФРС выступать с минутами. Будет у нас PPI-отчет. Будет CPI-отчет. Будет опять безработица. Будет отчет по нефтяным запасам, по розничным продажам. То есть предстоящая неделя будет очень и очень волатильной. Для нас с вами это огромные потенциалы, на которых мы можем зарабатывать. Потому что нам главное, чтобы рынок не стоял на месте. Главное, чтобы он двигался либо вверх, либо вниз. Не важно куда. Главное, чтобы он двигался. И катализаторы для индекса S&P 500 их достаточно. Они начнут работать со среды. Поэтому понедельник, вторник у нас будет такое время передышки. Время понять, какими инструментами мы будем встречать среду, четверки, пятницу. И работать уже с ними. Волатильность, я напомню, будет огромная. Вернемся на фондовый рынок. Что мы еще видим? Мы видим, что инвесторы и трейдеры в целом устали от текущей ситуации на фондовом рынке США. И решили переложить свою ответственность за свои действия на пассивные фонды. То есть мы видим, что активные фонды, из активных фондов бегут инвесторы. И они уходят в пассивные фонды. Грубо говоря, чтобы вы понимали, что происходит. Инвесторы бегут из таких фондов, как ARK Invest или от секторальных фондов. И они просто перекладывают свои деньги в такие инструменты, как ВОО. То есть ETF на S&P 500. Даже не на NASDAQ, а на S&P 500. Чтобы просто деньги там лежали и подвергались минимальным рисками. Даже если они будут там подвергаться каким-то рискам. Чтобы риски были на управляющих этими фондами. Как я и говорил, как и в 2008 году снова страдает недвижимость. И рынок недвижимости очень сильно сейчас страдает. В США это касается и цен, которые снижаются. Параллельно с этим растут ставки по ипотеке, моргейдж. И что вдвойне бьет по обычным людям. Кунае у нас сменился к кюнати. То есть вот этот процесс заливания денег, который вот здесь начался. Когда мы залили очень... Когда ФРС залил очень много денег на фондовый рынок, чтобы спасти его во время ковида. Сейчас это обратная ситуация. И деньги больше не заливаются. Соответственно, все это очень больно бьет по экономике и по фондовому рынку. У нас будут три заседания ФРС. Два в этом году, третье в феврале. Три ближайших. И по трем ближайшим заседаниям. Если мы посмотрим на фьючерсы ФРС, то мы увидим, что в ноябрьское заседание ожидается 75 базисных пунктов. Повышение ставки на 75 базисных пунктов. Потом в декабре на 50 базисных пунктов. И в феврале на 25 базисных пунктов. Почему я отметил эти три? Потому что на третье заседание вроде как мы двигаемся к стабилизации ситуации на рынке. И там уже можно будет пощупать, так сказать, почву под ногами. Что еще мы видим? Мы видим, что 10-летние облигации начали рост в моменте, когда рынок начал ломаться на прошлой неделе. Это примерно произошло в среду. И мы здесь тоже четко увидели. Параллельно с этим также давит на фондовый рынок, на рынок акций. Это укрепляющийся доллар. Он в очень сильном аптренде. Он продолжает свой рост. И это, безусловно, очень сильно бьет по рынку акций. Золото пытается стать привлекательным. Он борется с 50-й средней. Но сказать, что он имеет какой-то вес для защиты портфелей, наверное, нет. Наверное, нет. Это совсем не та история, потому что золото в даунтренде. Здесь как бы не надо высматривать какие-то положительные вещи. Золото в даунтренде и точка. Что еще мы увидели? Мы видели разворот графика сырой нефти и рост нефтяных компаний. Это тоже связано было с решением ОПЕК. Сейчас я вам покажу ту историю на TradingView. Я опубликовал для вас вчера в TradingView три графика. Ссылка на TradingView есть под этим роликом. Три графика. Это нефтяные компании. Фанк, Эпо и ОВВ. И посмотрите на них, как они отскочили. И они идут против тренда. Раз, два, три. У них графика очень похожая. И они реагируют на то, что происходит на энергетическом рынке. И, безусловно, ФРС не понравилось движение ОПЕК. И они будут применять рестрикции к Арабским Эмиратам. Посмотрим, чем это все закончится. Арабские Эмираты говорят, что США сами виноваты. Потому что они последние несколько десятков лет не строят нефтеперерабатывающие заводы. Ну, грубо говоря, они говорят, что это ваши половые трудности. Сами их решайте. К нам это никакого отношения не имеет. Мы делаем то, что считаем верным. В любом случае, мы видим, что нефтяные компании, они развернулись и пошли в очень сильный такой аптренд. Вернемся к нашему Дискорду. Что у нас еще, чем у нас еще запомнилось? Рынок – это то, что у нас не произошло начало того самого ралли, о чем говорил Ларри Вильямс. О том, что мы должны развернуться и начать рост как раз в первую неделю октября. Этого не произошло. Хотя я помню его презентацию, где он в своей презентации использовал картинки из футуристических всяких фильмов о том, что вот посмотрите, это будущее. Мы видим, как оно строится. Мы можем в него заглянуть. Вот будет вот такой-то разворот. Разворота не произошло. Возможно, есть какой-то лаг во времени. Возможно, он… Этот разворот произойдет чуть позже, на следующей неделе. Но, как бы, это уже отрывается от той генеральной линии, которой следовал Ларри Вильямс. И потому что он говорил именно о первой неделе октября. Да, поэтому мы видим, что любые анализы, особенно с заглядыванием в будущее, особенно с прогнозами, они в основном заканчиваются плачевно. Поэтому всегда старайтесь работать, исходя из того, что вы видите сейчас, что вы видите сейчас. Больше ничего. Не пытайтесь заглянуть там, куда в будущем что-то может куда-то там пойти. Может и не пойти. Поэтому здесь очень важно оторваться от этих вот прогнозных вещей. Живой пример – ветка дневного трейдинга в Дискорде, когда мы действуем от той ситуации, которая у нас есть внутри текущей сессии. Если нам сессия текущая дает заработать, мы заработаем деньги. Если она не даст зарабатывать, мы не будем зарабатывать. Мы возьмем там один актив, на нем заработаем деньги и уйдем. Поэтому это так работает. И сидеть и гадать на кофейной гуще, строить какие-то прогнозы – это дело очень неблагодарное. Я об этом уже неоднократно говорил. И нужно просто понимать, куда может двигаться актив. Не строить прогнозы, а читать историю. Читать историю, смотреть, что к чему и как. Но не ставить никаких сроков, которые, когда мы говорим в начале октября, будет там разворот. Не произошел разворот. Не произошло этого. И когда он теперь произойдет – неизвестно. Поэтому мы продолжаем работать с тем, что мы имеем, с теми данными, которые мы имеем внутри сессии. Что еще? Хотел закончить, наверное, тем, что еще раз подчеркнуть, что нас ждут очень важные и серьезные квартальные отчеты. Ой, не квартальные отчеты, а макроотчеты. Пожалуйста, имейте в виду. У нас будет очень серьезные изменения на фондовом рынке на следующей неделе. Это первое. Второе. У нас стартует сезон квартальных отчетов, очень сильных. Начинаются банки. И посмотрим, что будет дальше. Эта вся история тоже начнется в четверг-пятницу. Ну, со среды уже будут какие-то интересные отчеты. Это тоже прибавит волатильности фондовому рынку. Поэтому имейте в виду, что если у вас мало опыта и если вы не уверены, что вы сможете работать на таком рынке, лучше воздержаться от него и лучше постоять в сторонке. Если же вы умеете работать, пожалуйста, можете работать с инверсионными продуктами и зарабатывать на текущем рынке. Завершу я тем, что скажу, отмечу то, как изменился дискорд. На прошлой неделе у нас, если вы заметили, произошел крен в сторону трейдинга. У нас полностью ушла ветка с инвестициями. Она была размыта между программами обучения инвестиций с нуля и трейдинг с нуля. И фокусировкой на трейдинге. И сейчас будет заново, этот процесс идет весь год. И я заново выстраиваю процесс криптотрейдинга. Стараюсь сделать его безопасным, стараюсь сделать его регулярным, чтобы каждый мог зарабатывать на этом рынке. Потому что опять, как я вижу, у нас есть рестрикции в сторону владельцев счетов. Опять у нас санкции. На каких-то биржах опять начали воровать и угонять деньги. Поэтому нужно крутиться, вертеться и искать новые решения на фоне того, что происходит на фондовом рынке, на крипторынке и на внешнеполитических горизонтах. У меня на этом все. Желаю всем хорошего настроения и держитесь верного курса. Всем пока.